Итак, друг, это одна из серий по ремонту Nissan Sunny N14 И сегодня у нас на очереди замена барабанных колодок, мать его Сказать, что я замучился, это не сказать ничего Так давно я не ебался Короче, процесс не очень простой Плюс рекомендую иметь под рукой ремкомплект из новых пружинок Потому что, как правило, пружинки, которые там стоят, они уже в труху сгнившие Что получилось у меня? Благо, я был без ремкомплекта и у меня остались от BMW От BMW пружинка, в принципе, подошла по размерам Я проверил, все работает Поэтому очень важно иметь под рукой ремкомплект Так, колесо, как снимать, если вы не знаете, то лезть сюда не стоит Колесо я снял И нужно вытащить тормозной диск на себя Крайне интересная ситуация Левый диск у меня вышел с помощью рук Ничего не делал А здесь Здесь не хочет Тогда Диск просто Будем выбивать молотком Попробую Отверточкой поделить Если не получается О! Это не получается Я почему погнул Я его хочу вообще срезать Он сильно брякает И сам по себе он очень гнилой Поэтому я его гну смело Если вам важен этот щиток То правильный съем Тогда вкручиваем сюда болт И он опирается И выталкивает на резьбе этот барабан Итак, я его обстучал А еще я лохнулся Я поставил машину на ручник Естественно, дизельный барабан не снимался Сейчас Барабан снят Ох, ёб твою медь Что тут происходит Ого Тут, конечно, состояние поплачевнее Чем на левой стороне Итак, самое важное Дальше в этом процессе Запомнить Что в каком положении стояло Потому что С левой стороной Я забыл, что где стояло И попал в бросак Значит, смотрите Здесь длинная пружинка За этой длинной пружинкой Есть еще одна с обратной стороны Вилочка натяжителя Здесь снизу идет Еще одна пружинка И пружник Для того, чтобы правильно Снять колодки В первую очередь Необходимо ослабить Вот эту пружинку У меня для этого есть Вот такие длинногубцы И мы Натягиваем Есть Пружинка Отсоединилась Вот пружинка Кладем ее в таком же порядке Как она должна быть установлена Так, дальше намного легче Так, дальше намного легче Пружинку мы сняли Сейчас Нужно освободить солдатика Для того, чтобы освободить Нажимаем на шайбу Вот на саму шайбу И прокручиваем Шайбу в положении Чтобы Вот этот вот паз Сравнялся с пазом на шайбе И он выскочит Так как у меня закипевший Я сейчас попробую С двумя руками Итак, достал Что у нас здесь находится Одна шайба вот так стоит Сверху пружинка Вторая шайба блокирует Солдатик Солдатик можно вытащить Можно не вытаскивать Я его не вытаскиваю Он у меня вот тут сзади болтается Потом Легче будет наживлять новую колодку Вот Колодка у нас уже имеет свободный ход Что мы можем сделать дальше Дальше нам нужно слабить пружину Которая находится внизу Итак Нижняя пружина ослаблена Все Колодка у нас болтается Это хорошо Следующий момент Берем просто Отводим колодку Видим Здесь у нас Тросик ручника Для того Чтобы его освободить Нужно поддеть Плоскогубцами И Вытащить Вот этот Барашек Наверх Для того Чтобы это сделать Нужно Снять Натяжение С колодок Соответственно Откручиваем Колодку Вот эту И отсоединяем Все вместе Так Колодки мы Разъединили Запоминаю Что здесь Как стоит Так Вот этот Зубчик Обязательно Нужно переставить И механизм Колодок Достаточно Его Натянуть И Плоскогубцами Вот этот Барашек Вытащить Из каемки Попробую Одной рукой Ни хера Не получается Опять Отключусь Все удалось Снять Вот Значит Левая колодка Правая колодка Самое главное Вытаскиваем Самоподводящий Механизм О нем я расскажу Поподробнее Так как На левой стороне У меня ему Была жопа Я подскажу Как его можно Реально Реанимировать Здесь мы видим Что происходит Вот Солдатик Тут конечно Бы не мешало Все это дело Почистить Вот От ручника Барашек Который Значит Колодки старые Обязательно Оставляем Не нужно их Выкидывать Объясню зачем Нам понадобится Переставить Этот механизм И самое сложное Нужно будет Разжать Стопорное кольцо И снять Подкову Для ручника А пока что Идем Реставрировать Эту штуку Очень важно Иметь с собой Масло Можно автомобильное Можно Какое у вас есть Под рукой Кстати Вот эта вилочка Рассоединяется Нам понадобится Тиски Которых Мы зажимаем Вилку Вот таким образом Затягиваем Не сильно Берем Прокапываем По кругу Масло Я использую Для швейных Машинок Она Текучая Очень хорошо Показал Теперь берем Плоскогубцы За шестерню И пробуем Покрутить О Пошло И разрабатываем Разрабатываем Потому что Она за время Затисла И не даст Развести Правильно Колодки Все Я разработал Масло попало В резьбу Теперь Желательно Это все дело Открутить До конца Когда мы Это все дело Открутили Здесь Есть тоже резьба И видно Что она ржала Берем Проходимся Маслом Там и там И Прорабатываем Полный цикл Резьбы Для того Чтобы оно Со временем Не закисло И разводило Колодки Как положено И так Дальше На очереди У нас Нужно Разъединить Вот эту Подколу Здесь идет Вот такое Стопорное Кольцо Нам нужно Доставить Механизм Ручника Как это Сделать Зажимаем Слегка Колодку Как получается Сейчас Я попробую Чтобы вам Видно Тоже было Отка уже Не нужна Потому что Я с ней уже Все снял Кроме Этой Фигни Так Проверяем Работоспособность Этого Кольца Оно Закипело А механизм Работает Берем Капаем Нашего Волшебного Масла И пытаемся Разработать Есть Колечко Мы разработали Оно Теперь Удвигается Это уже Хороший Знак Ставим Отверточку И В разрез Стопорного Кольца И пытаемся Бить Отлично Кольцо Выходит Еще Пару Ударщиков Удвигается 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 Есть Кольцо У нас Стопорное Вышло Теперь Аккуратно Шлицы Подкова Одевается По форме Колодки То есть Она Должна Работать Вот так Соответственно Вначале Кладем Шайбу Под механизм Смазываем Маслом Слегка И Ставим Подкову Сюда Теперь Берем Стопорное Колечко Ставим Подкова И Затягиваем Это Все Кольцом Я Попробую Наживить От руки Да От руки Получилось Дальше Одним Зубцом Хватаемся За штифт А вторым Заталкиваем Колечко Все Должно Получиться Либо Попробуем Подбить Итак Подкова Одета Кольцо Присутствует Подвижность Есть Это Говорит О том Что Работу Мы Сделали Правильно У нас Есть Правая Колодка Есть Левая Левая На которой Мы Отделим Ручник Помимо Этого Еще Нужно Одеть Эту Часть 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 Она Просто Снимается Вот И Просто Защелкивается Это Ограничитель Вилки Упора Самовзвода Колода Есть Приступаем К установке Прежде Прежде Чем Установить Колодку Необходимо Одеть Ручник Для того Чтобы его Одеть Нужно Вот Этот Бочонок Освободить От пружинки Ее туда Натянуть И Вставить В этот Механизм Итак Ручник Я засунул Значит Берем Длинногубцы И Отодвигаем Вот эту Пружинку В сторону Чтобы Тросик Оголился И можно Было Этот Бочонок Провести Сюда Пружина Служит Для того Чтобы Этот Бочонок Самопроизвольно Не выскочил Из паза Оно Его Придавливает Колодка У нас Установлена Теперь Приступаем К сборке Прежде чем Ставить Колодку Берем Вот эту Маленькую Тоненькую Пружину Которая Ставится Сзади Вот Мы ее Вставляем Вот в этот Пазик Она здесь Теперь Теперь Делаем Это То же Самое Со Второй Колодкой Вставляем Вот В этот Паз Итак Когда у нас Пружинка Установлена Просто Просовываем Солдатиков Чтобы Колодка Не отваливалась Потом Важно Ставить Этот Механизм Предварительно Закрутив Его В самый Конец Но Чтобы Он Легко Раскручивался Для Того Чтобы Максимально Свести Колодки Между Собой Так Как На Машине Одетой Неудобно Было Показывать Покажу Неснятой Значит Смотрите Вот Этот Механизм Самонатяжителем Обязательно Одеваем Вот Эту Штучку И Вилочкой Вот Так Вставляем Из-за Того Что Здесь Ручник Сейчас Оно Так Не Вставится Но Покажу Так Вот Она Полностью Повторяет Форму Вилки Итак Когда У нас Установлена Пружинка Механизм Самозвода Я прикрутил Потому что Колодки Сильно Провисали Теперь Вставляем 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 Солдатика Чтобы он Держал Колодку И то же самое Делаем Со второй Итак Мы вставили Вот такую Шайбу Сюда Дальше Идет Пружинка В этот раз Пружинки Я не сломал Это Меня Очень Радует У нас Что-то Отвалилось И вот Так Вот По новой И так Я уже Делаю Третий Раз Так Как Одной Рукой Очень Неудобно Расскажу Как Вставить Получается Шайба Пружинка Еще Одна Шайба Поворачиваем И Палец И Прокручиваем Чтобы Оно Встало Противоположно Этому Отверстию Через Которое Нагладит Здесь Я вот Сделал Неправильно Поставил Шайбу Не той Стороной Итак У нас Верхняя Пружинка Одним Ухом Вставляется Вот сюда Второй Ухо Торчит Его нужно Затянуть Сюда Итак Мы Натянули Верхняя Здесь Здесь Вот этой Частью Где пусто Оно Дотягивается Аж До сюда Так Проверяем Чтобы Колодки Были В Пазах Здесь Нормально Здесь Они Ровно Здесь Колодка Стоит Неровно Снизу Ее Тоже Нужно Отцентровать Вот Теперь Она Ровна Это Тоже Ровно Приступаем К Натяжению Нижней Пружинки Нижняя Пружинка Цепляется Вот Сюда Вот Сюда И Такой же Край Там Итак Поздравляю Все пружинки Натянуты Особенно Нижняя Получается Тут Верхняя Проверяем Что все было на месте В пазы Входит Этот Башмак Стоит Натянут Пружинкой Сзади Пружинка Тоже стоит Механизм Самозвода Установлен Эти Солдатики Затянуты Не Выскакивают Нижняя Пружина Натянута Все Поздравляю Напоминаю Я делал Это Первый Раз И Когда Я делал Это С левой Стороной Мне понадобилось Практически Час Времени Чтобы Изучить Как Оно Все Работает И Правильно Собрать Правая Сторона У меня Заняла Силы 15 Минут Поэтому Я надеюсь Что у тебя Тоже Все Получилось Обязательно Запасайся Ремкомплектами Тормозной Жидкостью А еще Желательно Чтобы У тебя Был Под рукой Один Запасной Состояние Поэтому Следующая Замена Будет Как раз Касаться Их А тебе Спасибо Что ты Смотрел Мой канал Подписывайся Если еще Не подписан Ставь лайки И до новых Встреч Пока